Мир вам, дорогие братья и сестры! Приветствуем вас, любовью Господа Иисуса Христа! Мы также приветствуем тех, которые нас сегодня смотрят по интернету, слушают по радио. Пусть Господь вас благословит также в совместные наши служения и в молитвах. И мы попросим благословения у Господа, потому что без Него мы не можем ничего начинать. Боже наш, мы благодарны Тебе, что Ты наш Отец Небесный, что мы, дети Твои, в этот воскресный день утренних часов мы находимся в доме молитвы. Мы благодарим Тебя за тихий мирный сон этой ночи, и Ты даруешь нам возможность быть в общении друг с другом, с Тобою в доме Твоем, где мы можем, Господи, слышать Слово Твое, которым Ты нас учишь, наставляешь, вразумляешь. Даруй нам, Господи, чтобы Твое благословение мы ощущали и Твою близость в доме Твоем. Благослови, Харистов, воспеть Тебе достойную славу. Благослови музыкантов, регентов и всех нас, слушающих Слово Твое, чтобы мы не только были слушающими Слово, но и исполнителями. Все это служение, Господи, мы отдаем Твои пастырские руки, чтобы Ты сам руководил. И также просим благословения на наше членское собрание. Благослови, чтобы мы во всем видели волю Твою, и во всем мы могли возблагодарить Тебя. Мы в этот час просим за наших больных, которые в домах своих, Господи, которые в госпиталях, посети их, даруй, чтобы они также ощутили Твою близость, что Ты сказал, я не оставлю вас, не покину. И в этих, Господи, немощах Ты также дай им радоваться и прославлять Тебя. Господи, мы просим Тебя, благослови служение все это, и также наших братьев, которые есть в гости, чтобы они могли также поделиться кратким своим свидетельством о своем служении там, в Узбекистане. И во всем будет Тебе слава, честь и поклонение Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Сыну и Духу Святому. Сыну и Духу Святому. Аминь. Сыну и Духу Святому. Аминь. Сыну и Духу Святому. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Мы сердечно поздравляем, братья и сестры, вас с рождением деточек в вашей жизни, дети, награда от него, вот, чрево. Я хочу продолжить размышление над молитву Аарона, как она так называется, или молитву, которую дал Бог Аарону, чтобы он благословлял сынов Израилевых. Это 26 глава книга Чистил, с 22 по 27 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя моего сынов Израилевых, и я благословлю их». Мы прошлое с вами говорили, братья и сестры, вот о первой части благословения. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Мы с вами подробно говорили, как наши дети нуждаются в охране или в сохранении, чтобы Божья рука была над ними. И очень важно, дорогие отцы и матери, вот когда Бог сказал «так благословляйте сынов Израилевых», вот здесь стоит фраза «говоря им». Братья и сестры, запомните, говоря им, вот то, что мы говорим, словами своими изрекаем, говоря им, чтобы они это слушали. Дети из уст отца, из уст матери, когда детки уезжают куда-то и отправляются в дальний путь, говорите им вот эти слова. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Я бы хотел сегодня обратить внимание на 25 стих «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя». Кажется, братья, и вот это тоже, эту фразу надо говорить «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя». Вы знаете, что значит слово «презреть»? Это устаревшее русское слово означает «взглянуть, обратить внимание на кого-либо». Вспомните, братья и сестры, старинный текст, когда написано «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». То есть, обратил внимание. Следующее – это «презреть» – это «приглядеть за кем-либо», за чем-либо. Это тоже очень важно, дорогие братья и сестры, «презрит светлым лицом». То есть, обратить на тебе внимание, приглядит за собою, за тобою, когда папы рядом не будет, когда мамы не будет рядом. Вы знаете, братья и сестры, когда отправляем своих детей кому-то в гости, тети, дяди, бабушки, бабушка, дедушка, вы приглядите там внимательно за моим внучком. Он очень такой шаловливый, балованный, может на речку побежать, может и еще что-то натворить. «Приглядите за ним». И это важно, когда родители просят, чтобы Господь, око его, присмотрело на нашим детяте. И еще одно слово, это тоже устарелое, это «презреть» – это «дать приют, пропитание, приютить». И вот поэтому апостол Иаков сказал такие слова. Какое благочестие, братья и сестры, истинно непорочное благочестие пред Богом и Отцом? Потому что презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. Вот то, что сегодня мы вспоминаем, «презреть», то есть это «дать приют, дать пропитание, приютить». Вот такие качества означают это слово «презреть», братья и сестры, взглянуть, обратить внимание, приглядеть, дать приют, пропитание. Разве это плохо, братья и сестры, когда родители об этом просят у Отца Небесного? И, простите, говорите всегда так, дорогие, «говоря им, да презрит на тебя Господь светлым сон своим». В книге Псалмов, 32-й Псалом, 13-15 стихи написано, Давид пишет, «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». Братья и сестры, вот обратите внимание, вот на этих деточек, и Кристина, и Денис, и Александр. Написано, «Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». Уже с младенчества Бог создал их и вникает. Не подумай, дорогой друг, что сегодня среди более чем 7 миллиардов населения земного шара ты где-то потерялся, и о тебе все забыли. Может быть, все забыли, но Бог о тебе помнит. Он создал тебя и вникает во все дела. Ему не безразлично твое положение, твои обстоятельства. Он создал сердца и вникает в каждое твое дело. Быть может, нам, людям, нет дела до кого-то самого незаметного человека. Но у Бога есть дела. Я бы хотел, дорогие родители, вам пожелать всем, и стоящим здесь, и слушающим это слово, и смотрящим нас, вот молитесь и говорите, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя. Ибо очи Господни обозревают всю землю, дорогие братья и сестры. И как важно, чтобы за моим ребенком, за моим сыном, за моей дочерью, за моими учатами, правнуками наблюдал сам Господь Бог, чтобы его око всевидящее, от которого не спрячь, всегда наблюдало, презирало его, обращало внимание, приглядело, давало приют и пропитание. Пусть это будет нашей молитвой о наших детках. Мы сейчас помолимся к Господу, помолится брат Вениамин, потом Наташа помолится, потом Роман помолится со своей супругой, и брат Михаил Иванович будет, дедушка, благословлять ребеночка, внучечка своего. Также помолится Геннадий и Гала, и я совершу молитву, братья и сестры, называя имена всех деточек, предстоящих пред Господом. А родители помолятся все. Михаил Иванович будет возлагать руки на Кристиночку, Михаил Иванович на Сашу, и я также на Дениса. И мы все помолимся к Господу. Давайте вставшим призовем имя Господа. Благодарю Господа за Твою любовь и милость, за то, что Ты хранил, берегал нас, Господь, за то, что Ты оставил мне семью, Господь, и мы сейчас приносим на руках, Господь, Кристиночку. Я Тебя благодарю за такого ребеночка, Господь, за то, что Ты благословил ее, за то, что она, Господь, здоровенькая, Боже мой. Я Тебя прошу за всю ее жизнь, Господь, чтобы Ты охранял ее, Господь, чтобы Ты оберегал ее, Боже мой, чтобы мы с Венечкой были хорошим примером для нее, Господи. Прошу Тебя, благослови ее, Господь, чтобы она в возрасте познала Тебя, Господь, чтобы она была Твоим детем. Тебе за все слава, Отец и Дух Святой. Аминь. Очень небесный благодарен также Тебе за Твою милость к моей семье. Благодарю Тебя за Антулю, Господь, что Ты дал мне ее. Благодарю Тебя сейчас за доченьку еще одну, которая послала, за Кристиночку. Слава Тебя, Господи. Прошу Тебя, будь милостив к нам на дальше. Помоги ходить в страх и предлиценте им, Господь. Благодарю Тебя, доченьку нашу, чтобы она возрастала, развивалась правильно и физически, и также духовно, чтобы она могла познать Тебя, когда придет возраст. Тебе за все дубль слава. Отцу Сыну, Святому Духу. Аминь. Аминь. Дорогой мой, любящий Господь, я также благодарю Тебя, что по великой милости Твоей, Господь, Ты прощаешь нас, Господь, и благословляешь, Господь, с каждым днем все больше и больше. Я благодарю Тебя, что Ты благословил меня семьей моей, Господи, и сыночкой Сашенькой, Господи. Я благодарю Тебя за него, Господь, чтобы он родился, Господь, здоровенький. И прошу благословения Твоего в дальнейшем, Господи, чтобы он развивался физически, умственно, духовно, Господь. И во время Своего, Господь, он принял Тебя как личного спасителя. Благослови, дай мудрости, Господь, слышать голос Твоему, Господь, чтобы он жил, Господь, служать Тебе, Господь, и во славу Твою, Господь. Дай мудрости мне, Господь, быть в молитве за Него, Господь, и воспитывать по заповедям Твоим, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь и Бог, я также благодарен Тебе за ту любовь и милость ко мне, Господь, что Ты наделил меня семьей, Господи, даровал мне сыновей, Господи. Я благодарю Тебя за третьего сына, Господи, за Сашу, Господи. Благодарность Тебе, что Ты благословил мой дом, Господь. Слава Тебе, я благодарю Тебя за мою жену, Господи. Пусть, Господь, Твое имя славится в моем доме и прославляется, Господи. Я прошу Тебя, благослови моего дитя, Господь, сына Александра, Господи, чтобы Твое, Господь, благословение почивало на нем, Господи. Я прошу Тебя, чтобы Господь с детских лет, Господь, он познал Тебя мне и Наташи, Господи. Дай нам мудрости, Господь, правильно воспитать для славы Твоей, Господь, чтобы уберечь его от этого мира зла и греха. Господи, прошу Тебя, за всю Тебе славу наш Бог. Аминь. Дорогой Господь мой небесный, я благодарю Тебя сердечно за эту возможность быть в собрании святых Твоих, Господи, за возможность приходить и свободно благословлять деток наших, Господи. Я благодарю Тебя за обильные благословения Твои в моей жизни, Господи, за мужа, за деток моих. Я прошу, Господи, благослови своим благословением отцовским нашего Денисочку, Господи. Я благодарю Тебя за то, что он родился здоровеньким, Господи. И прошу, храни его, прошу Тебя своей рукой пастырской во всех путях жизни его, Господи. Призри на него, прошу, Господи, оком своим. Храни, прошу, Господи, в этом злом, в разращенном мире. И нас, как родители, помоги быть добрым примером, Господи. Помоги нам с Геной ходить в страхе пред Тобой, Господи. И чтобы они, видя, как мы, Господи, ходим пред Тобою, являлись для них добрым примером. Сохрани, благослови, слава Тебе за все. Аминь. Аминь. Господи, я тебе подниму. Я тебе подниму, послалаши нам дрова еще один подарок, Господи, и Дениску. И также просим, мол, сови его, Господь, в дальнейшей жизни. И помоги нам, как родителям, пошли в мудрость и воспитать правильно, Господь. И также и Ты воспитывай его, Господь. Помоги ему также в дальнейшем найти Тебя в своей жизни, Господь. И жить по Твоему Писанию, Господи. И мы Тебя бодрим за все, Господь. Господи, мы сердечно благодарны Тебе, что Ты Бог благословляющий. Потому что Твое благословение, оно обогащает и печали с собой не приносит. И вот сегодня, Господи, семьи Ивановых, Савенко и Плуговых сегодня принесли своих деточек к Тебе. Мы искренне благодарим Тебя за Кристиночку, за Сашеньку, за Дениса, Господь. Слава и благодарность Тебе, что они хорошие детки, желанные детки в Своем доме. И мы просим, благослови Кристину, Александра и Денису, Господи, возрастать в благодати Твоей. Чтобы они по возрасту приняли Тебя как личного Спасителя и Господа. Чтобы они, Господи, развивались и физически, и духовно, и умственно правильно. Благослови и родителей. Воспитывай их в учении наставления Господних. Будь добрым примером. Господи, призри светлым лицом на них, обрати на них внимание. Господь, не оставляй, не покидай их, присмотри за ними. Посылаем благословения, приюты и пропитания, милосердные. Да будет милость Твоя над ними во все дни жизни их. И мы благословляем детей по Слову Твоему. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит Господь светлым лицомство на Тебя и помилует Тебя. Да обратит лицо Своего Господь на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мой дом и я служить хотим. Мой дом и я служить хотим. Тебе, Христос, лишь одна муть. Но дай мне силы самому, послушным быть рабом Твоим. Мир вам, дорогие братья и сестры. Давайте откроем Слово Божие. У нас сегодня особенный день. Знаете, в 2011 году в Киеве на Конгрессе было большое братское общение. Многие служители с разных объединений согласились, чтобы по церквям славянским отмечать день посещения сироты и вдовы. Чтобы возобновить или поощрить к тому, что было в раннехристианской церкви. Я очень рад, что в наших церквях, здесь вот в Америке, в славянских, в нашем объединении, это служение, оно не оканчивается одним днем в году, вторым воскресеньем марта. Оно продолжается каждодневно. У нас есть отдел, который занимается этим служением. Ответственные братья, сестры, они опекают наших вдов. И вы знаете, только в нашей церкви, в Брайцкой, те, кого мы знаем, 127 вдов. Вот в одной из сотен, я знаю, 14 вдов. Можете себе представить. Это то, кого мы знаем, но есть те, которых мы не знаем, что они являются истинными вдовицами. И я сегодня хочу об этом проповедовать. И цель моей проповеди сегодня – призвать вас к молитве. И чтобы каждый из нас задал себе вопрос, какое мое отношение к служению, к жизни, к семье вдовы. Потому что вдовы, они среди нас, они в наших семьях, они в нашей церкви. Мы встречаемся с ними на работе. И если мы читаем историю церкви или первой христианской церкви, первоапостольской, то мы видим, какое особое внимание было уделено вдовам. Между прочим, самое первое служение, помимо преломления хлеба, изучения слова, общения, учреждено было это служение милосердия, заботы о вдовах и сиротах. Помните, да, Деяние апостолов, 6 глава, когда описано, что там было, ропот у еленистов произошел, что их вдовы обделяются даяниями. И вот тогда апостолы настолько быстро среагировали, приняли решение, что они собрали и избрали мудрых, исполненных Духа и мудрости Божией, мужей, которые могли служить и восполнять эти нужды вдов. Это было тогда и это должно быть сейчас. Я хочу, чтобы мы прочитали сейчас Псалом 67, 5 и 6 стихи. Псалом 67, 5 и 6 стихи. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище. Так представляет Его псалмопевец, как отца сирот и судью или защитника вдов во святом своем жилище. Второе место – это пророк Исаии, 1 глава 17 стих. «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Третье место сегодня уже Павел Михайлович его упоминал – это Иакова, 1 глава, 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». И основной текст, о котором мы сегодня будем размышлять с вами, читать, это первое послание Тимофею, 5 глава, с 3 по 16 стихе. Это большой отрывок, но он очень понятно нам рассказывает об отношении к служению вдовам. Итак, 1 Тимофея, 5 глава, с 3 стиха. «Вдовиц почитай, истинных вдовиц! Если же какая вдовица имеет детей или внуча, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И сие внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вдовица должна быть избираемая не менее как шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам. Если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. «Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц». Из этого отрывка мы узнаем, что Первая апостольская церковь и в Ветхом Завете дети Божьи заботились о вдовах особенно. Во-первых, это мы видим из того, что Бог заботился о вдовах. Он называет себя отцом сирот и вдов, защитником, судьей вдов. Второе, мы слышим, что Павел открыто повелевает, «почитай вдовиц». И он потом как бы делает оговорку после запятой «истинных вдовиц». и мы потом поймем, почему он так говорит. У меня вопрос возник, кому это повеление? Только ли пастору? Это было пастырское послание Тимофею. И вы знаете, что ошибочное мнение существует, что о вдовах забота – это только исключительно прямая обязанность церкви. Это привычное мнение, и мы с ним соглашаемся, потому что церкви сказано заботиться о вдовах. Но вот этот отрывок Писания, он говорит нам о том, что не только церкви, и не столько церковь будет заботиться о вдовах, сколько члены семьи вдовы, если таковые есть, если остались, то есть ее кровные родственники. И третий метод, по которому Бог заботится о вдовах – это верные. Первое – члены семьи вдовы, второе – церковь, и третье – верные. Это люди, которые, может быть, не имеют отношения к церкви в прямом смысле, может быть, не несут никакого служения, не отвечают ни за какой отдел, но потому что они верные, потому что они благочестивые, Бог употребляет их для заботы о вдовах. Итак, забота о вдовах начинается в семье. Смотрите, как написано в 4 стихе. «Если же какая вдовица имеет детей или внуча, то они прежде...» То есть вначале он говорит, чтобы почитали вдов. В почтение входит очень много, мы разберем. Но потом он говорит, что «но если вдовица имеет детей или внучат, пусть они прежде учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». Это дети и внуки. Первое, на кого ложится ответственность за вдову. Второе, прежде чем кто-то проявит заботу, включая церковь, это дети и внуки. И мать и бабушка, это является семья, о которой здесь и сказано, чтобы прежде заботились о ней. Знаете, пока дети малые, может быть, здесь есть сейчас, ну все, наверное, в воскресной школе, то почтение к вдове, если такова есть в семье, или к родителям, оно выражается просто в послушании. В послушании и повиновении родителям. Но когда дети вырастают, когда становятся уже возмужалыми, мужчинами молодыми, когда заводят свои семьи, то их почтение к родителям, оно выражается прежде всего в заботе, в том числе физической, в попечении, в особой заботе материальной в том числе. И то, что мы живем в стране, в которой очень устроены социальные службы, заботы о пожилых, фонды разные, программы, это абсолютно не снимает обязанности с христианина, с члена семьи, с сына, с дочери или с внука, заботиться по Писанию о своей маме или о своей бабушке. Потому что так написано в Писании, ибо сие угодно Богу. Смотрите, чтобы учились воздавать должное родителям. Знаете, очень многим не нравится слово «ты должен». Часто люди говорят или бравируют, я никому ничего не должен. Если ты христианин, если ты дитё Божие, если ты благочестивый, верный христианин, то по Писанию ты должен питать особую заботу о своих родителях, в том числе о вдове, и особенно о вдове. Знаете, вот я так всегда понимал, что вдова – это женщина, у которой умер муж. Так же, братья и сестры? Так? И по словарю Ожегова именно так и пишется. Женщина, у которой умер муж. Но вот то слово «вдова», которое употребляется в Новом Завете, в греческом значении его, оно не относится или не обозначает женщину, обязательно у которой муж умер. Слово, которое здесь употреблено, оно обозначает женщину, которая пострадала от потери. Она оставлена без защиты. Она оставлена одинокая. В значении этого слова, как бы в том подлиннике, нет намёка, что только из-за смерти она стала вдовой, она потеряла мужа. То есть это мог быть случай, когда муж её бросил, когда её предал, изменил ей, когда развёлся с ней. То есть по социальному положению после вот этих трагедий она становилась беззащитной. И Бог на неё смотрел, как на особое создание, которое нужно защитить, самому Богу и тем, кто ближе всего к ней по родственным связям. В церкви всегда были жёны, которые, к сожалению, были оставлены своими мужьями. И в раннехристианской церкви это ещё было потому, что по культуре того времени было многожёнство. И когда обращались в живую истинную христианскую веру, то у христиан стоял выбор. Им нужно было оставаться с одной женой. Тогда вторую или третью они вынуждены и обязаны были отпустить. И даже если эта женщина, она не была виной вот этого распада семьи, она становилась по тому учению, по культуре лишённой, обделённой крова, заботы и безопасности. По тому времени она считалась вдовой. Хотя мы бы сейчас её не назвали. Вы знаете, один брат говорит, что мы думали, что вот в то время или когда происходят войны глобальные, тогда обычно в церквях появляется много вдов. Что когда на земле будет больше мира, будет меньше вдов. Меньше одиноких семей будет, одиноких женщин. Но история показывает обратное. Мы живём во время мирное здесь в Америке, а вдов сейчас больше, чем в военное время. По статистике в церквях вдов в четыре раза больше, чем вдовцов. Может быть, потому что они более терпеливы, выносливы, выживают, всё, что с ними происходит. Но это статистика христианская. Вдов в четыре раза больше, чем вдовцов. Итак, первое, кто заботится о вдове, это сын, то ли дочь, то ли внук. Это первые кровные родственники. Об этом апостол Павел учит Тимофея. Если какая вдовица имеет детей, то пусть они первые, прежде, учатся, заботиться и почитать её. Второе, забота членов семьи о вдове, это не просто обязанность, это признак верности Богу. Это очень сильно звучит. Мы часто слышим этот стих, когда видим, что какой-то, может быть, мужчина или муж, христианин даже, не заботится о благосостоянии своей семьи, не печётся о том, чтобы на столе был хлеб, чтобы в дом был безопасность, и жена была безопасности. Мы как-то вспоминаем и сразу говорим, если о домашних не печётся, хуже неверного. И вот именно в этом контексте апостол Павел этот стих употребил. В то время было такое обычай, это в греческой культуре было, что если человек не заботился о своих домашних, о своей жене особенно, или если у него в родстве была вдова, и он не заботился о ней, то он лишался любого общественного служения. Первое. Второе. Если узнавали, что он продолжает не заботиться о вдове и сироте, то его лишали гражданских прав. Это было в мире. Тем более, таковое должно быть в церкви. Я имею в виду забота, особая, пристальная забота о вдове. Один пастор говорил, что молодые люди, вы говорите, что вы живые христиане, вы посещаете служения, посещаете вечера, библейские разборы, ну покажите мне ваши отношения в семье, как вы почитаете вашего отца и вашу мать, как заботитесь о вашей бабушке. Может, она уже много лет вдова, но в своем христианстве ты так и не научился заботиться и почитать ее, как вдову. Ты смотришь на нее, как на пожилого человека, который в чем-то изжил себя, в культуре, в привычках, но ты не увидел в ней вдову, ты не относишься к ней, как вдове. Семья – это как полигон живой веры, на котором испытывается действительно наше благочестие, начиная с наших детей. И мы, как родители, братья и сестры, мы очень ответственны за то, чтобы наши дети, они были через нашу жизнь, через наше наставление, наставлены особо отношению к вдове. Итак, забота о вдовах всегда начинается в семье. И Иаков тоже напоминает об этом, что чистое и непорочное благочестие, то есть истинная вера – это когда человек презирает, обращает внимание на сирот и вдов в их скорбях и нуждах. Итак, если первое, что забота о вдове, она начинается в семье, то второе, забота о вдове продолжается в церкви. Девятый стих мы читали с вами, вдовица должна быть избираемая не менее как шестидесятилетняя. В апостольские времена или даже возьмем чуть-чуть раньше, когда существовали синагоги, забота о вдовах выражалась примерно так, что в пятницу в конце недели с раннего утра несколько человек из синагоги как служители должны были пройти город, обойти дома и испросить или получить подаяние для вдовы, для вдов. Вдов было всегда много. К обеду, когда они возвращались, их служение заключалось в том, чтобы равномерно по нужде каждой вдове, которая была на учете в церкви, в синагоге, раздать, распределить, чтобы к концу дня пятницы, когда начиналась суббота или сабад, чтобы вдовы не остались без хлеба, чтобы у них было пропитание. Церковь не просто переняла один к одному это служение, она его расширила и дополнила особой любовью Божией. Она совершала это служение на особом духовном уровне. Заметили, братья и сестры, что вот в этом отрывке трижды апостол Павел к слову вдова или вдовица добавляет слово истинное. Он говорит истинных почитай. Он говорит истинное, одинокое, надеется на Бога и пребывает в молитвах и в молениях день и ночь. И в заключении этого отрывка он говорит, чтобы она, то есть церковь, могла довольствовать истинный вдовица. Почему он говорит истинное? Потому что были не истинные вдовы. То есть с одной стороны по статусу того, что у нее нет мужа и защитника, она действительно вдова. Но по ее духовному, по состоянию, по ее жизни, по ее хождению перед Богом она не может считаться истиной. И здесь целый отрывок пишет о этих молодых вдовах, которые праздновили свою жизнь, которые ходили по домам, которые сплетнями занимались, говорили о том, о чем не должно говорить. И это было большой болью, так как откликалось в церкви как поношение на церковь. И вот апостол Павел представляет Тимофею портрет истинной вдовицы, о которой обязана церковь заботиться. И он говорит, что одно из условий, это первое, она должна быть 60-летняя. И есть этому несколько причин. Мы можем сказать, должна быть зрелая. 60 лет это уже зрелый возраст. Но здесь были другие причины. Одна из причин, что в этом возрасте уже женщина не могла рассчитывать на то, что она вступит в брак, что будет у нее защитник, будет у нее покровитель. То есть она уже к этому возрасту оставалась безнадежно одинокая. Она была обречена на беззащитность. Вторая причина, я уже говорил, что это признак мудрости. К 60 годам человек становится степенным, у него есть определенный опыт жизни. Вот апостол Павел говорит, избираться, то есть ставиться на учет в церкви, чтобы они заботились, ей должно быть 60 лет. Второе, бывшую женою одного мужа, нужно понимать, верная. То есть она безупречная в семейной жизни. Это было связано с тем, что вдовам вменялась в обязанность учить молодых. В том числе учить молодых, помните, у Тито сказано, учить молодых любить кого? Своих мужей. Чтобы учить этому ей самой нужно было иметь такой авторитет, что она любила мужа своего, чтобы это было непререкаемым авторитетом ее жизни. Третье, известное по добрым делам или добродетельное. В Деянии апостолов записан пример о Тавифе. Это не сказано, что она вдова была, но написано, ученица Тавифа была в Иопии. И вот когда она умерла, то призвали в дом ее Петра, он был рядом там, он пришел, когда туда, поднялся в горницу, и что он там увидел? Он увидел, что она была окружена множеством вдовиц, которые держали в руках рубашки и платья, которые она для них сделала. И апостол Петр вывел всех из комнаты, взял ее за руку, сказал Тавифа, встань, вернул ее к жизни. Это была особая, особая забота этой девушке, которая особо, особо заботилась о вдовах. О ней можно сказать, что она была весьма добродетельная. Четвертое, если она воспитала детей, и знаете, братья и сестры, это не обязательно своих, только своих детей. Вильям Баркли пишет о брошенных детях в первом веке. такие слова. Когда перед отцом часто приносили, это было в Римской империи, ребенка, то если он обращал на него внимание или брал в руки, то это считалось, что он берет ответственность за его воспитание, кормление, заботу. Если он отворачивался и уходил, то ребенка бросали. Иногда это была смерть сразу. Иногда его подбирали неблагонадежные люди для разных целей. Иногда его подбирали для того, чтобы воспитать для хорошего раба, сделать из него. Если это была девочка маленькая, то ее подбирали для того, чтобы использовать потом в проституции даже. И вот чаще всего единственными, кто обращал внимание на этих брошенных детей, которых было очень много, это были не богатые люди, не те, у кого был достаток и место, куда определить этих детей. Чаще всего это были вдовы. Это были те женщины, которые были обделены всем, в том числе заботой мужа, у которых не было никаких социальных страховок, обеспечений, но у них было сердце, открытое к Богу. И поэтому они брали таких детей и воспитывали их. Я получил на днях письмо от Светланы Майбород. Это молодая девушка, она была у нас в церкви, молодая женщина. Она сама с Киева, и уже почти более 10 лет она на Дальнем Востоке трудится как миссионерка с детьми, с сиротами. И вот я получил от нее письмо 7 марта, это было вчера, мой духовный день рождения. В моем доме снова будут мои милые сироты, сироты. Я им говорю и являю, что мой Бог это отец сирот и вдов, что Он и о них позаботится. Моя молитва к Богу. Я прошу, чтобы вы молились, чтобы Он дал мне этих несколько сирот, чтобы они выросли Его служителями здесь. Я очень благодарен Богу, что сегодня есть такие одинокие женщины, которые посвящают себя, чтобы воспитать детей, сирот, для Господа. Следующее условие, если она принимала странников, гостеприимная женщина. Помните Лидия из города Феотир, когда она обратилась там у реки к Господу, то она сказала такие слова, если вы признали меня верную, то войдите в мой дом и живите у меня. Гостеприимство это был один из признаков верности Богу, новой жизни. И вот о вдове сказано, что если она принимала странников, следующее, если умывала ноги святым, то есть глубоко смиренная, умывать ноги было обычно вверено рабам, но если женщина умывала ноги святым, это говорило о ее глубочайшем смирении, она была готова на самое малое, на самое низкое дело и не считалось ни с каким почетом. Следующее, если помогала бедствующим, то есть сострадала. И последнее, если была усердна ко всякому доброму делу, добродетельная. Братья и сестры, не находим ли мы, что здесь, вот в этом перечисленном стихе, качество этой вдовы, не столько качество перечислено, сколько раскрыто служение вдовы в церкви. Я вижу в этом служение. Да, мы можем сказать, у нее качество гостеприимства, но ведь оно выражалось в том, что она принимала гостей и странников. Да, что она смиренна, но она мыла своими руками ноги святых. Да, мы можем сказать, что она воспитывала детей, это дорого было, это связано было с тратами, которых у нее не было средств. Она усердна была ко всякому доброму делу. Я заметил, что иногда мы смотрим на нужды вдовы как на тяжкое бремя. Иногда может с какой-то опаской вот еще одна вдова появилась. Но знаете, сам Павел, когда писал это послание, он поднимает образ вдовы и представляет перед нами портрет, в котором нуждается церковь. Не просто, что вдова нуждается в церкви, которая просит подаяние, заботу каждодневную или каждонедельную. Но церковь нуждается в таких женщинах, которые могут принять, которые могут омыть, которые могут воспитать, наставить, которые и день и ночь пребывают в молениях и в молитве. И он называет таких истинной вдовой. Он называет «почитай истинную вдову». Здесь описано уже не столько бремя, как прекрасное и полноценное служение. Я прочитал и немножко остановился на этом месте, чтобы те из нас, те из вас, дорогие сестры, которые может быть одиноки по своему состоянию социальному, по семейному положению. Может быть вы вдовы не в том понимании обычном, как мы понимаем, что у вас умер муж. Может быть он у вас живой, но он вас бросил. Может быть он ходит на собрание, но он не заботится о вас, не защищает вас, не носит на руках молитвы, не предстоит за вас перед Господом. У вас есть прекрасный пример были образцом и благословением для церкви. Образцом и благословением для церкви. Я верю, что вот эти вдовы, которых знал апостол Павел, и с которыми он трудился, они были вдохновением для него, как для служителя. И они были вдохновением для этого молодого служителя Тимофея. Когда он читал это, он думал, вот кто мне нужен в церкви, вот кто мне поможет больше, чем может быть другой служитель, который может сказать, я приду, когда мне будет И последнее. Забота и попечение о вдовах, оно также производится не только путем кровных родственников, не только через заботу церкви, отделов церкви, может быть, служителей, но производится через верных Богу. Смотрите, как написано в 16 стихе. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Смотрите, нет упоминания о кровном родстве, нет упоминания о том, что ты как сын или как дочь или как внук ты должен, нет. Нет упоминания о статусе служителя и о каком-то особом отделе. Если кто верный имеет вдов, если я верный Господу и я вижу вдову рядом со мной, то моя верность справится в том, что я буду довольствовать ее. Я обязательно позабочусь о ней ради того, чтобы церковь имела возможность заботиться и довольствовать истинных вдовиц. И здесь не сказано верному человеку, выбери себе ту, которая принимала странников, которая совершенная вдова. Нет. Если ты увидишь вдову, заботься о ней, чтобы церковь заботилась о истинных вдовах. Это как точка, которую поставил апостол Павел в учении о вдовах. Я хочу один пример рассказать, после которого призыву вас к молитве. Это было в одной церкви. Пастор проповедовал о небе. Знаете, его проповедь им очень понравилась. Он очень хорошо проповедовал. Была целая серия проповедей. И один из его слушателей встретил, он говорит, знаешь, что ты не сказал, где это небо. Вот как-то я себе не могу его представить. Ты все хорошо говорил, но я не увидел небо. Пастор помолчал и дал ему один совет. Он сказал, что мы имеем в нашей церкви одну женщину. Она без мужа. У нее на руках двое детей. Она сейчас сильно болеет и так болеет, что она лежит. Вместе с ней болеют ее дети. Я уверен, что ей нечем заплатить за газ, за свет, за билы, какие она имеет. И вот я тебе что прошу сделать. Поезжай в магазин, накупи полную коляску продуктов. Заложи это все в пакеты. Поезжай к ней домой. Попроси ее Библию домашнюю. Прочитай 22-й псалом вместе с ее детьми. Потом помолись о ней, помолись о ее нуждах, о ее детях. И если ты не увидишь в том доме небо, то приди, я заплачу за все, что ты потратил. Вы знаете, на следующий день этот член церкви сам пришел к пастору и говорит, пастор, это надо было видеть. Я сделал все, как ты сказал, но на этом не кончилось. Я еще не видел такой радости. Я не переживал такого восторга. Пастор, я был на небе. Я был на небе. Когда услышал этот пример, я подумал, что мы часто иногда сидим в нашем удобном собрании на мягких креслах, и мы хотим увидеть небо. Мы хотим увидеть в ком-то благочестие. Мы хотим увидеть чудеса Божьи в нашей жизни. Но мы это хотим, сидя комфортно и уютно, не выходя из нашей комфортной зоны. Вчера я был на памятном служении. Умер сотрудник наш один. Он немецом. И в Бейсайд-Чорч было служение его памяти. Он уверовал буквально перед самой смертью. Когда я выезжал с паркинга, меня удивил один знак. Я остановился. Прямо на выезде был большой знак. Служение здесь не заканчивается. Меня это так впечатлило. Я хотел его сфотографировать. Думаю, хороший знак. Может быть, нам на паркинг поставить. И потом услышал сзади сигнал. Сигнал я в зеркало смотрю. Сзади человек, который по лицу можно было увидеть. Он был очень разъяренный. Очень расстроенный, что кто-то затормозил его выезд в церкви. Мне стало неловко. Я хотел выйти, но потом понял, что надо уезжать. Поскорее надо уезжать, чтобы не продолжать расстраивать этого человека. Вот я ехал и думал, что если мы думаем, что наше служение, оно только здесь, сейчас и сегодня, во время проповеди, во время молитвы, когда нас кто-то кормит, то мы не можем попасть даже в число верных, о которых здесь апостол Павел пишет Тимофею. Но если мы хотим увидеть небо, если мы хотим, чтобы Бог сказал нам, что у тебя, брат и сестра, есть вот это истинное непорочное благочестие, то нам нужно обратить наше сердце, наш взор, протянуть и простреть наши руки к вдове и сироте, к одинокой женщине. И сделать это не тогда, когда нам будет удобно, когда у нас будет достаточно средств на нашем аккаунте, а сделать это тогда, когда мы видим в тот же самый момент. Один историк-философ во время Римской империи, когда начиналось распространяться христианство, он написал заметку одному из императоров, и он писал эту заступническую заметку о них, и он пишет, что это люди, которые живут так, как говорят, это люди, которые сострадают ближнему, которые подбирают брошенных, которые кормят нищих, это люди, которые заботятся о вдове и сироте. И потом он пишет, когда они видят человека, у которого нечего есть, то они готовы два и три дня поститься, чтобы сохраненные продукты передать тому, у кого нет. Это так он защищал христиан перед императором. Я думаю, что насколько мы в сытости живем здесь, в Америке, у нас есть много чего хорошего, и мы иногда можем не заметить сироту и вдову. Я скажу, что я вырос в семье, у нас бабушка была вдова с 33 лет, Мария Николаевна Авраменко. Пятеро детей у нее было, четыре дочки и сын. И вот во время войны она осталась вдовой. Я сейчас анализирую, я ее любил как бабушку, которая о мне заботилась. Но я очень мало думал о ней, потому что я был подростком тогда, или юношей, занят своими мыслями был. Я не видел в ней вдовы. Только когда она начинала о чем-то рассказывать, что кто-то о ней заботился, кто-то приходил, посещал, меня это удивляло. Но во мне, как во внуке, я не был научен заботиться о ней, как о вдове. И сегодня я хотел, чтобы эта проповедь, вот эти стихи Писания, они как бы легли в наше сердце, чтобы мы знали, что забота о вдове – это не только обязанность церкви, и не столько. Это, в первую очередь, обязанность моя, если в моем родстве есть такая женщина, брошенная, одинокая, беззащитная. Это на мне. Это также на мне, если я претендую или называю себя христианином и считаю себя верным, потому что апостол Павел так заканчивает свое послание. Если кто верный или верная имеет вдов, то пусть заботится, пусть довольствует их. Пусть Господь благословит сегодня это наше рассуждение и побудет сегодня, когда этот день назначен как день посещения сироты и вдовы, посетить таковых, найти, позвонить, расспросить, если мы не знаем, спросить у ближних и оказать это внимание и помощь. Почему? Потому что, во-первых, это угодно Богу нашему. Второе, в четверг началась серия у нас проповедей, Леонид Петрович ведет это «Источники благословения». Он говорил, что благословение, оно приходит, один из каналов, по которому Бог дает благословение, это когда мы сострадаем нуждающемуся. И были приведены примеры об Иове, что он сердцу вдовы доставлял радость. Никто не отходил от него с пустыми руками. Благословение обиженного приходило на него. Пусть и сегодня мы наполнимся этим желанием перед Господом, посвященностью попросить, чтобы Бог благословил нас увидеть вдову и оказать в ней почесть и почтение. Аминь. Слово день, кто придет, где не будет ни забот, ни печали, ни вздох, ни нужды нет его. И в царе в стране святой тьмы не будет никакой, что за день, радостный день будет там. Что за день будет там, когда встречу я Христа? Он возьмет меня с собой, край невестный, неземной. Руку даст он мне свою, и я с ним туда бою, что за день, радостный день будет там. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нечасть, а все, все в сердце мое хочу отдать Тебе. Что дать Тебе, Спаситель, всем благодатель Ты? Время мое, имущество все, таланты мои Твои. Иисус Господь, Спаситель, отдал Ты все для нас. Ты сошел с высот небес, над своей смертью спас. Что дать Тебе, Спаситель, все даровал Ты мне. Нечасть, а все, все в сердце мое хочу отдать Тебе. Нечасть, а все, все в сердце мое хочу отдать Тебе. Славы Божьи, Сыр, склоняюсь я пред Того. Славы Божьи, Сыр, склоняюсь я пред Тебе. Славы Божьи, Сыр, склоняюсь я пред Тебе. Субтитры подогнал «Симон» 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 В Узбекистане в Братстве насчитывается на сегодняшний день 1400 членов церкви. Это 20 зарегистрированных церквей и 17 групп, которые не зарегистрированы по той причине, что там нет количества того, которое нужно представить для регистрации церквей. Количество 100 членов нужно для того, чтобы можно было регистрировать группу верующих. В Узбекистане запрещена миссионерская деятельность. Часто это расценивается по-своему, не так, как многие из нас понимают это служение. Но тем не менее, дети Божии молятся, собираются, имеют общение между собою. Часто общение заканчивается, особенно в незарегистрированных группах, судами. Потому что собираться в частном доме или в частной квартире запрещено законодательством. Но есть Господь. И мы благодарим Господа за то, что Он вводит нас такими путями. Из этих переживаний мы извлекаем порой уроки и нужные для себя. Тут сказано в 4 стихе, если я пойду и долиной смертной тени, долиной смертной тени не каждому из нас приходится проходить. Да и мы им, ей, редко когда проходим. Господь определяет по силам наши испытания. Давид говорит, я не убоюсь зла, потому что ты со мной. Мы сегодня как-то незапланированно находимся на этом собрании. Когда решался вопрос выезда, я не совсем был уверен, что я смогу поехать сюда, в Америку. Но Господь так устроил, что открыл возможности. Не было препятствий. И вот мы сегодня с вами. Слова, которые я читаю сегодня в этом псалме, и уже не первый раз, очень много раз, я вновь и вновь обращаю взор свой сюда. Тут есть такой текст. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. То есть Господь проявляет когда-то к нам строгость, жезл. А когда-то Он проявляет к нам милосердие, ласку. И они так нужны, и Он дает это все в свое время. Когда-то я нуждаюсь в этой строгости. Порой я своими помыслами могу зайти далеко от Господа. У меня складывается такое порой мнение, что я имею право требовать что-то и на что-то располагать. Даже хотя бы на жизнь. Ведь завтрашний день не в наших руках, но тем не менее мы знаем, что мы завтра будем жить. Как будто мы уплатили за тот день. А Господь знает. И Он направляет нас. И останавливает нас. И показывает нам, что не в наших руках, а в Его руках вся благодать. И Он направляет нас так, чтобы мы не прошли мимо врат спасения. Он говорит, что Он приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Когда впервые мы столкнулись с теми переживаниями, когда неожиданно вдруг кто-то постучал в дверь. И открыли, и там люди пришли, чтобы посетить нас своим незваным посещением. И привести нас в какую-то тревогу, в беспокойство. И как-то вроде расстроить наш уют и привычную жизнь. И потом последствия. Как-то было сразу неприятно. И мы думали, зачем это? Почему? Разве должно так? И не возмущение в сердце? И вроде претензии. Мы же свободные граждане. Но тем не менее, когда проходили такие процедуры, находили утешение в Господе и видели, что они нужны. Они нужны для того, чтобы воспитать нас и приготовить в Царстве Господа. Мы чувствовали всегда поддержку молитвенную. Мы знали, что Церковь Христова – это единое тело Господа нашего Иисуса Христа. Он – глава. И поэтому мы слышали этот зов детей Божьих, который возносился к Господу. И это было утешением. Пусть Господь благословит вас всегда молиться о тех, кто находится в трудном положении. Я скажу, что узбекское братство есть, несет переживания какие-то, но не настолько, как были времена. Есть сегодня те, которые не могут даже помолиться о себе. И они нуждаются в ваших молитвах и в наших молитвах. Так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни Твоей. И я пребуду в Доме Господнем многие дни. Удивительно! Я здесь, на чужой земле, но я в Доме Господнем. Меня встретили с любовью вы, братья и сестры. И я думаю, откуда столько благости ко мне? Почему Господь оттуда, с той далекой земли, привел меня к вам, а мы не чужие? Мне никто не сказал, слушай, брат, с далекой стороны тебе здесь делать нечего, мы здесь свои. А ты постой за дверью. Увы, я вижу ваши радостные лица. Я знаю, что Дух Господень наполняет нас, и Он с нами во все дни. Так пусть же Господь и в дальнейшем благостью Своей и милостью сопровождает нас. Аминь. Прежде чем мы помолимся, дорогие братья и сестры, я хочу вам представить сегодня женихов и невест. Я сюда приглашаю брата Игоря Слобосницкого и Лилию Ясинскую. Пожалуйста, сестра Лилия и брат Игорь у нас, Харис. И также приглашается Константин Коплинков и Диана Левко. Братья и сестры, вот Игорь и Лилия, это члены нашей церкви. Лилия вступила в члены нашей церкви в январе месяце. Константин и Диана здесь принимали крещение, они в один день принимали крещение. И мне посчастливилось быть в двух семьях. У Ясинских и также у Левко. Прогласили меня туда женихи. Я хочу представить сегодня родителей Игоря Слобосницкого, это Владимир и Алла Слобосницкий. И также родителей Лилии Ясинской, Виталий и Наталья. Мы рады вас приветствовать. Дорогие родители, вы согласны, чтобы ваши дети вступили в брачный союз? Согласны. Слава Богу, братья и сестры, вот мы свидетелями. Также я представляю родителей Константина Анатолия и сестра Эмилия. Да. И также представляю родителей Дианы, Вячеслав и Ольга. Дорогие родители, вы согласны, чтобы ваши дети вступили в брачный союз? Слава Богу, братья и сестры. Я был свидетелями вот таких мирных, хороших встреч, молитв, родительских благословений. Пусть Господь вас благословит. И у них брак будет у одного восемнадцатого, у другого девятнадцатого, братья и сестры. Один за другим они вот решили так, и вместе мы сегодня их объявляем. И сказал Господь Бог, нехорошо будет человеку одному, сотворимого помощника, соответственного ему. Я думаю, что главное соответствие, которое мы сейчас наблюдаем, это то, что они являются детьми небесного Отца. Аминь, братья и сестры. Слава Богу, это великая радость, когда наши дети находят себе сестер, вот именно из народа Господа. Потому оставят человек Отца свою и мать, и прилепятся к жене своей, и будут одна плоть. Мы будем молиться, чтобы Господь их благословил, подготовку к бракосочетанию и помог их семейной жизни. Давайте мы, вставшие, принесем вот нужды, зачитанные, и также помолимся о наших молодых. Господи, мы сердечно благодарим Тебя и за это благословенное время общения в Доме Твоем с народом святым и с Тобой, наш Господь. Мы от всей души благодарны Тебе за слово Твое живое и истина, которое звучало сегодня к нашим сердцам. Чтобы мы, Господи, имели такое сердце, как у Тебя, имели сострадание к вдовам, сиротам, потому что, Господь, Ты являйся их защитником и судьею, и также заступником милосердным, и их отцом. Помоги и нам иметь такие же чувства, которые были во Христе Иисусе. Мы искренне Тебя благодарим, Господи, за брата Игоря, за сестру Ли, также, Господь, за Костю и Диану, что они Твои дети, искупленные Тобою. Они любят Тебя, Господь, и свою совместную жизнь они желают с Тобой соединить, чтобы идти вместе с Твоим благословением. И я прошу, Господи, благослови эти родства слабосницких и ясинских, чтобы они роднили, любили друг друга, Господь, роднились и поддерживали детей. Также благослови и семью, и Копленковых, и Левко, и их объедини единой любовью, Господь, друг к другу, и к Тебе, нашему Богу, и к Своим деткам. Благослови подготовку к бракосочетанию, пусть имя Твое будет над ними. Милосердный к ногам Твоим, несём вот этим различные нужды. Прежде всего, благодарим Тебя за все услышанные молитвы, за все ответы, за исцеление, за благословение, Господь, за то, что Ты слышишь голос голубицы Твоей церкви. Но сколько сегодня различных нужд, выраженных в этих записках. Молим Тебя о больных, о тем, кто нуждается в Твоем божественном исцелении и прикосновении. Мы молимся Тебе, Господь, о заблудших сыновьях и дочерях, которые, Господь, ушли. Возврати их в лоно домов Своих, в лоно церкви Твоей святой, милосердный, помилуй их. Ты видишь, сколько нужд на различных житейских. Кто нуждается в работе, в благословении, помоги, Господь, поддержи. Кто ищет жилье, Господь милосердный, Ты податель всех благ и всяких милостей. Усмотри все по воле Твоей, Господь, чтобы дети Твои радовались и, Господь, прославляли Тебя нашего Бога. Мы искренне благодарны, Господь, за встречу с дорогими братьями. Господь, благослови и их служение, и их труд, и там большие и малые церкви и группы. Пусть охрана Твоя будет над народом Твоем и защита Твоя. Смири всех гордоходящих, президентов, царей, правительства, Господь, всех, кто руководит какими-то районами. Обрати, Господь, в свое сердце к детям Твоим, Господь. Благослови наших дорогих друзей, гостей, которые посетили нас сегодня на этом служении. Пусть имя Твое будет прославлено через их жизнь. И останься с нами для проведения этого членского собрания, решения наших вопросов. И Тебе слава да будет Богу Отцу, Сыну Святому Духу. Аминь. Итак, дорогие братья и сестры, брат Игорь Слобосницкий и сестра Лея Осинская объявляются женихом и невестою. Брат Константин Компленков и Диана Левко объявляются женихом и невестою. Аминь. Брат Константин Компленков и Диана Левко объявляются женихом и невестою. Аминь. Компленков и Диана Левко объявляются женихом и невестей. Аминь.